мне чуть-чуть осталось еще с доштрихами хорошо вообще не утром быстро все уже быстро стали у вас увеличилась скорость ну вот я могу кое-что показать давай у меня правда немножко странная база нас там с дырками сашлы ты как всегда оригинально у тебя всегда оригинальные с дырками то что так придумал ну это как внутри этой внутри вазы самой ну тогда там темнота должна быть правильно раз там внутри они как на на просвет у них значит они на просвет идут и равно тогда там темнота потому что глубина ну мне прорисовать какую-то часть ваза или прям полностью затемнить давай раз уж мы показываем объем давай тогда показываю если там дырки какие-то там должна быть глубина там не должен быть не прокрас и саш смотри чтобы у нас вот это вот шар куда у нас покажу еще раз все равно у нас везде у вас и есть вот этот шар до в любой покажи еще раз не вижу нет ниже 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 то есть здесь у нас уже заворачивается до заворачивается как у яблочком но у всех шар у нас же не цилиндр в любом случае да блин сейчас правильно так ну можешь вот здесь еще чуть-чуть полутень измите я нарисовал да саш ты цилиндр да так цилиндр цилиндр молодец так а у тебя точно один полтора смотри мне кажется у тебя ширина уже чем высота ну то есть даже нами на меньше то есть вот ширина вот этого ширина столько же смотри теперь дели на 6 грани до дели от оси с края до на 6 1 2 3 4 5 6 6 грани хорошо то есть получается что у тебя от оси 3 с одной стороны с другой стороны лет теперь смотри какое задание сейчас я тоже буду прорисовывать вот книжка хорошая книжка основа академического рисунка вот у него такое задание видишь сейчас я тоже значит мы придумали вас теперь ты у меня просто сейчас буду надену в листе рисовать ты врезаешь одну форму да потом видишь там у него конус до вывернутый цилиндр шар и перевернутый конус так же ты фотографируешь но я сейчас тоже начну до фотографии и ты анализируешь вот эту форму знаешь мне в этом рисунке не очень нравится как объем показан немножечко сейчас я по свою буду рисовать нашли не очень нравится как объем показ ну неплохо но можно немножко запутаться ученикам таком объеме но задание такое я сейчас тоже буду прорисовывать тогда что молодец так даже смотри все таки вот здесь тоже есть собственная тень да 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 она тоже есть нет 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 вот где пятая грань да пятая грань она тоже есть хорошо странице вот это вот как вы сейчас будете делать что показать да на странице на какой вот номер страницы 79 у тебя книга есть дашь да и щас все плести да 79 простраиваются таких правильных срезов Ну, красиво, здесь, смотри, здесь такие шестиграненые, ну, форма такие граненые, да? Видишь, тут сложно, мы еще, мы еще будем в кубе, эллипсы тоже мы не делали, я просто подумала, что я вообще вас тогда загружу, немножечко я вам такое облегченное дала задание, но, в принципе, все понятно, пока мы будем постепенно понимать формы обозначения. Изображение этих форм. Просто потом легче даже в живописи. В рисунках это, конечно, основа всего, то есть без рисунка и живопись не получится, и не сможете форму показать. Так, кто покажет, а то у нас скоро закончится занятие, хотела бы что-нибудь посмотреть. Кто покажет? Я могу только гномика показать. Покажи, это твое домашнее задание, да? Так. Ой, это у тебя в карандашике? Саша? Ну да, как бы так, такой черно-белый он у меня, вот только синяя. Красивый, красивый, видишь, у тебя тоже там сколько врезок, да? Одна форма в другую. Да, я вот сейчас начали этот, я его дорисовал, а потом мы начали вот фигуру простраивать, и я решил его прорисовать. Ну, когда там свободное время появлялось, я прорисовывал. Ну, вот скажи, тебе же это поспособствовало? Вот представь, вот если ты не понимаешь, как врезается там плечо, да? Вот смотри, кто не понимает про стресс мышления, вот рука у нас тогда так будут рисовать. Вот так пошла рука, да? Ну, а когда ты понимаешь, что у тебя вот так вот вылезается форма, да, в другую, да, что у нас же тут, ну, нам надо знать, как вылезается нога в туловище и рука тоже, иначе формы будут не те. А когда мы это понимаем, то у нас и рисунок лучше. И вот сейчас у тебя, ну, мне понравилось, там у тебя плечики, как-то ты обозначил объем. Ну, да я этот персонаж рисовал. А ты сам по представлению? Ну, да, я просто выдумал на скорую руку персонаж для игры. Здорово, здорово. Просто вот эти знания, они помогают потом как бы дальше творческому развитию, да? То есть есть базовые знания, фундаментальные, которые вы понимаете, как показать форму, как простроить, показать, а потом уже интересно вот художественно-образное мышление. Это уже связано с творчеством. Но оно на основе вот этой изобразительной грамоты. И оно как бы необходимо. Потому что иначе будут такие плоскостные всех рисунки. Будет не хватать как бы основных моментов рисования. Вообще у меня рисунок был изначально сделан для 2D игры, но как бы ему 3D такая не помешает. Я его сейчас перенесу на этот, на компьютер. А пришлешь, ладно? Я посмотрю еще раз получше. В графике его или как прислать? Ну, пришли, да, вот твой рисунок, когда там. А, рисунок просто прислать? Да, подкорректируешь, да, пришли. Кто еще покажет? Маш, Элин, Максим? Я могу по-другому просто показать. Так, ну давай хоть чего-нибудь. Надо бы я... О, отлично. Так, ваза хорошая, молодец. Так, а врезки ты еще не сделала, да? Да, я доделала. А цилиндр ты тоже не сделал? Я его не успею проштриховать, я потом доделаю. Ну смотри, на 6 грани, да? 6 грани. Да. У нас пятая, собственно, тень на пятой грани. Тут ты исправила, да, тут мне нравится. Хорошо, красиво. Исправь, ладно, вот здесь? Ладно, Элин? То есть вот эта вот пятая градация, она у нас собственная тень, самая темная. Так, ну что, еще кто-нибудь покажет? А то у нас сейчас занятие заканчивается. Да, да, молодец. Только теперь чуть-чуть подштрихуй, ладно, Максим? Чуть-чуть, потому что у тебя сейчас такое прям пятно, ну, немножечко. Ладно, все. Так, еще, Максим, вот здесь собственная тень, видишь? А, да-да-да. Да, все, это ты помнишь. Да, просто еще вот, если вы будете видеть со стороны свои ошибки, тоже хорошо будет потом. Вы будете понимать, как их исправлять. Ну, все, ребят, в общем, я так...